Девушки отдыхают Мы к этому шли, поскольку это самый завершающий этап Мы ставим главу, ставим луковицу с крестом вместе Это символично глубоко То есть для нас процесс реставрации, реставрация колонны Как конструктивный элемент, он на этом закончился Колонна-монумент Дмитрию Донскому на Красном холме Созданная в середине XIX века, она является визитной карточкой Куликова поля Глядя на этот памятник, поражаешься его динамикой Безупречностью пропорций и строгостью линий При всей своей изящности в нем чувствуется основательность, твердость, незыблемость Я от души хочу поздравить всех вас с юбилеем, который мы отмечаем сегодня 625 лет Куликовского сражения Мы стоим на священной земле У нас есть история У нас есть даты памяти, которые невозможно стереть из наших умов Однако, во время проведения торжеств, посвященных 625 годовщине Куликовской битвы В праздничное настроение вкрадывалась тревога Дело в том, что, по мнению специалистов, состояние колонны уже не первый год приближалось к аварийному Когда осенью 2003 года, воспользовавшись трещиной в стеллобате Было решено проникнуть внутрь памятника с целью исследования его состояния Никто даже не предполагал, какое удивительное и вместе с тем тревожное открытие их ждет Открытие, которое ждало у нас внутри монумента Конечно, шло в разрез и с нашим представлением, и с представлением многих исследователей Писавших о истории строительства этого монумента ранее Тот проект, который сохранился в архивах, все документы, которые есть от него, они как раз сводятся вот к этому проекту В реальности, в реальности, после того, как мы залезли в стул, оказалось все совсем по-другому Действительно, в архивных материалах это есть, но, к сожалению, вы видите, что у нас начинки это нет Несущая колонна отсутствует, диафрагма отсутствует И вот это все сооружение, оно закручено по спирали с максимальным отклонением от вертикали до 100 мм Если вы сравните две вот эти картинки, вы увидите, что вот здесь колонна имеет значительное уширение по сравнению с этим чертежом Для того, чтобы здесь компенсировать крутящий момент При отсутствии столба потребовалось поставить сюда, вот в нижний ярус, какие-то подпорочки Но сначала подумали, что их надо сделать, потом их отлили, привезли и стали ставить И оказалось, что подпорочки отлили, ну, сантиметров, наверное, на 8, на 10, короче Нет, на 15 И получилось, что эти колонны, подпирающие 8 штук, они повесили в воздухе То есть они не восприняли на себя нагрузку вот этих элементов А потом под эти колонны взяли просто грубые куски известняка И под них просто кувалдой туда куски известняка подбили И видно все там хорошо И вот если посмотреть на эти полы Полы выложены из шикарного, тесаного, крупного, твердого, белого камня А вот этот камешек, явно местный, который подбивали сюда кусочки Он мягкий, рыхлый, бесформенный Со временем колонна, фундамент начала осаживать Колонна нагрузку свою восприняла И она эти камешки раздавила Удивляет тот факт, что нет никаких документов, объясняющих эти конструктивные отклонения Так или иначе, но по прошествии более 150 лет стало очевидным Что знаменитая колонна стоит практически на честном слове Стоит вопреки всему Документальная история памятника Дмитрия Донскому на Куликовом поле Начинается с лета 1820 года Когда тульский гражданский губернатор, граф Владимир Федорович Васильев Решил возбудить вопрос о сооружении памятника Из переписки помещика Нечаева и графа Васильева С душевным удовольствием известился я О патриотическом намерении Вашего сиятельства Воздвигнуть приличный памятник В честь знаменитой над татарами победы Одержанной славными предками нашими На Куликовом поле Июня 30-го дня 1820 года В тот период, благодаря победе в Отечественной войне 12-го года В Российской империи патриотические настроения были на высоком эмоциональном подъеме Примером тому стало открытие в 1818 году памятника Минину и Пожарскому Чуть позже будет создан Бородинский цикл мемориальных комплексов На местах значительных сражений русской армии против армии Наполеона Из переписки гражданского губернатора Васильева и генерал-губернатора Рязанской Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской губерний Балашова Многочисленные памятники, возникшие по разным местам империи Представляют красноречивейшее свидетельство уважения его императорского величия К великим подвигам, ознаменованным любовью к Отечеству Сие великодушное уважение Достаточно одно вселить надежду на всемилостливейшее внимание к нашему предложению Александр Дмитриевич Балашов был весьма влиятельной фигурой И помимо своего генерал-губернаторства Был еще и генерал-адъютантом самого Александра Первого Сопровождал императора в заграничных походах русской армии 13-14 годов Сейчас можно только догадываться, что произошло бы с самой идеей мемориализации Куликова поля Если бы Балашов сам не загорелся этой идеей и лично не обратился бы к императору Докладывал 22 июля 1820 года в Липецке Государь-император высочайше соизволяет на сооружение означенного памятника с тем Чтобы проект Онова искусным художником-сочиненной представлен был высочайшему усмотрению Из переписки генерал-губернатора Балашова и художника Мартаса Милостливый государь мой Иван Петрович Слава высокого таланта и искусства вашего известны Европе Но отечество имеет нужду в вашем таланте И я не сомневаюсь, что тот, кто оживотворил в меде пожарского именина Не откажется оживотворить в памятнике и знаменитого героя Донского Мартас откликнулся на предложение немедленно И отослал Балашову рисунок проекта памятника Век Донского для России есть век героический По сей причине представлен он в виде героя сражающегося Убитый из противников и другой слабо защищающийся Выражают и превосходство в силах татар И гибель их на Куликовом поле и храбрость героя Пьедестал предполагается мною с пролетом Потому, чтобы он не был тяжелым для глаза В итоге проект Мартаса был отклонен В докладе императору Балашов очень точно указал причину отказа Полагая, что сей монумент Жалко было бы погрести, так сказать, в пустыне На Куликовом поле, где полагается его сооружение Император с отказом согласился Если бы проект Мартаса был все-таки утвержден То, приезжая на Красный Холм, мы бы видели такую картину Тем не менее, в августе 1821 года Александр I одобрил открытие денежной подписки С этого момента процесс создания монумента Дмитрию Донскому Приобретает народный характер Когда в 2004 году стала очевидна необходимость полной реставрации колонны То, как и 180 лет назад, возник вполне прозаичный вопрос Где взять средства? Процесс реставрации такого сложного сооружения Требует привлечения множества людей самых различных специальностей Где каждый этап уникальный и любая ошибка критична И как 180 лет назад основными стали народные средства Одним из первых открепнулся на нашу просьбу Помочь Борис Александрович Соколов Генеральный директор Щекиноазот Долго не разговаривал, беседа была короткой Но уже буквально через два дня строители получили необходимый металл Невозможно было бы проведение работ по реставрации памятник колонны Если бы не огромная помощь Центра национальной славы и Фонда Андрея Парвозванного И прежде всего руководителя Попечистского совета Фонда Андрея Парвозванного Владимира Ивановича Якунина Поскольку мы занимаемся проектами, связанными с национальной славой России Для нас он стал одним из самых первоочередных Поэтому в нем приняли участие Святейший Патриарх Московский, Всеруссия Представитель Папчистского совета Фонда Андрея Парвозванного Центра национальной славы России Владимир Иванович Якунин И многие другие уважаемые люди Попечители наши и просто сотрудники фонда Это был главный критерий, то есть событие И к этому событию мы и привлекли свои ресурсы, все свои силы С осени 1821 года в казну начали поступать пожертвования на создание народного памятника Одним из первых жертвователей стал сам государь-император В течение двух лет Российская Академия Художеств сочиняла новый проект И 19 июня 1823 года архитектор Мельников предоставил проект гранитного обелиска Кабинет министров, а чуть позже и император, проект одобрили Однако создан в камне он не был Судя по всему, высоким сторонам не удалось сойтись в вопросе оплаты труда Азотчева Над воплощением идеи воздвижения памятника на Куликовом поле нависла тень забвения Тем временем скончался граф Васильев Гражданский губернатор Тулы Один из инициаторов возведения монумента Его преемник, новый губернатор Кривцов, поддержал начинание своего предшественника И активно выступал за возведение памятника Дмитрию Донскому И хотя он считал, что приличнейшим местом для памятника есть площадь присутственных мест в Туле В Петербурге его энергичная позиция послужила поводом для пересмотра вопроса о создании мемориала по существу Именно тогда впервые была озвучена мысль о возведении на Куликовом поле целого комплекса Включающего в себя и монумент, и храм, и инвалидный дом Это предложение сыграло очень важную роль в судьбе памятника и стало основой в дальнейших проектах К сожалению, многое осталось лишь в переписках, планах, чертежах Тем временем шли годы На престол зашел Николай I Россия вздрогнула от событий на Сенатской площади Прошли годы с первой инициативой Мечаевых Васильева Балашова В 1835 году генерал-губернатор Балашов окончательно выходил в отставку Заканчивалась блистательная карьера одного из верных сынов своего отечества И удаляясь от дел, Александр Дмитриевич обратил внимание императора Николая I К вопросу о памятнике на Куликовом поле По заданию императорского двора Академия художеств возобновила работы над проектом И к началу 1836 года на суд императора были представлены сразу 4 проекта 16 марта 1836 года Николаем I окончательно утвержден проект Брилова Сейчас трудно представить, как бы это все выглядело на самом деле Однако, даже одного взгляда на чертежи видно Что Брилов соединил классические архитектурные формы с наследием древнерусского зодчества Но, увы, и этот проект оказался заморожен Император повелел ограничиться только обелиском А остальное количество собранных средств Он решил обратить к образованию дворянского юношества в кадетских корпусах В 1845 году Брилов приступил к созданию проекта памятника первого разряда Александр Павлович Брилов Один из самых лучших художников и архитекторов времен Николая I Современников поражало разнообразие талантов Брилова Его акварели признавались более блестящими, чем работы его знаменитого брата Карла Вальтер Скотт считал свой портрет работы Александра Павловича самым удачным своим изображением Не менее известен его портрет Натальи Гончаровой, супруги Александра Пушкина Как архитектор Брилов прославился своими работами над зданием Пулковской обсерватории Летеранской церкови Святого Петра Михайловского театра Зданием штаба гвардейского корпуса Мраморного дворца У Брилова был опыт и созданий памятников Ермаков в Тобольске Казарскому в Севастополе Проект памятника князя Владимиру в Киеве Несомненно, что при создании монумента на Куликовом поле Брилов руководствовался проектом архитектора Адамини Который выиграл конкурс проектов памятников сражением Отечественной войны 12-го года Из которых, кстати, ни один не дожил до нашего времени в первоначальном виде Однако Брилов лишь формально выполнил требование создать нечто подобное То есть чугунную колонну по типу Бородинской Александр Павлович, безусловно, пошел дальше и далеко превзошел своего предшественника Ранее художник практически не обращался к наследию Древней Руси Теперь он искал новые формы, новые источники вдохновения Куликовская колонна выглядит истинным шедевром И это, бесспорно, одна из самых лучших работ Брилова Проект колонны на Куликовом поле Это была последняя большая работа Александра Павловича Брилова После этого он уходит на покой Уже не преподает в Академии художеств, не работает И больших проектов не упускает Хотя был еще сравнительно молодым человеком 12 декабря 1845 года проект был завершен и в январе 46-го одобрен А уже 22 апреля 1846 года был готов технический проект Выдающегося инженера того времени генерала Александра Александровича Фулона По плану колонна должна была состоять из 9 частей Каждая из которых из трех деталей Внутри должен был находиться стержень, составленный из труб На который крепились части колонны при помощи чугунных диафрагм Огромная высота памятника также требовала очень точного расчета фундамента Примерно метра 4 Значит, 22 метра до купола, получается, от основания, где мы были Мы вот здесь были 22 метра до купола Примерно так вот, здесь нет цифры А с крестом 28 плюс стилобат от земли Вот он столб, видно, вот он центральный столб Вот его толщина, столб разрезан Вот он предполагал, что он должен быть И было принято, по всей видимости, решение Обойтись без этого центрального столба Дополнительно чуть вот инженерно укрепив колонну вот этими подпорками И монтировали ее уже тогда, на 1848 год Уже монтировали без этого центрального столба Замена конструкции, судя по всему, произошла при монтаже еще на заводе Памятник на Куликовом поле полностью, включая фундаменты и сборку на месте Был изготовлен на крупнейшем столичном заводе Берда Чарльз Берт, шотландец по происхождению, приехал в Россию в 1786 году Через некоторое время основывает собственный завод Который вскоре становится одним из самых известных в Петербурге Именно здесь были изготовлены металлические конструкции купола Исаакиевского собора Фигура ангела и барельефа Александровской колонны также были отлиты у Берда Однако зачастую владельцы завода довольно смело относились к конструктивным проблемам И зачастую самостоятельно вносили изменения в первоначальные проекты Явно выражены отступления от проекта в памятнике, которые были выявлены в ходе реставрационных работ И которые не были известны современникам Работа над этим вставляет обратить внимание на некоторые аналогичные моменты в работе завода Над другими памятниками, над другими проектами На заводе Берда строились первые металлические мосты Петербурга В 1824 году был построен Почтамтский мост В этой работе завода обнаружились недостатки, связанные прежде всего с переделками проекта на самом заводе Мост начал деформироваться, опускаться на стил, обелиски отклонились от вертикали И в начале 20 века мост был полностью перестроен и под него вынуждены были подвести опоры Подобные отклонения от проекта выяснились при современной реставрации колонны монумента на Куликовом поле Пока не найдены документы, указывающие на изменения проекта и отказ от несущего стержня Нет и четких мнений Ивана Фулона и Александра Бурилова Однако косвенные данные позволяют предположить, что архитектор, скорее всего, хорошо знал об изменениях, которые произошли с конструкцией памятника Знал и молчал Почему? Увы, это пока неизвестно Тем временем продолжали появляться трудности и заминки уже совсем неожиданного характера 29 декабря 1847 года Брилов впервые написал в департамент о неожиданных препятствиях Оказалось, что вся земля на Куликовом поле, на котором предполагалось устанавливать памятник, находится в частных руках И владельцы не допускают не только к началу работ, но и доставки материала на место Хорошо иллюстрирует современное состояние работы, которую нам предстояло провести по реставрациям, но и начал этих работ прежде всего Именно то, что кто-то всегда пытается решить только свои личные интересы, а кто-то отдает последние Точно так же, как в далеком 19 веке Земля была куплена позднее, чем на ней, согласно прошению, был заложен фундамент 15 марта 1948 года Брилов за свои деньги 200 рублей купил две десятины земли под памятник Возможно, именно со всем этим и связана некоторая напряженность при открытии памятника в сентябре 1850 года В канун 470-й годовщины Куликовской битвы Известно, что в то же время Николай I был проездом через Тулу Однако ни он сам, ни его сыновья не поехали на открытие памятника Хотя не стоит забывать, что в то время поездка на Куликово поле заняла бы не менее недели А у государя-императора просто могли быть неотложные дела Как бы то ни было, наконец, по прошествии 30 лет На Красном холме возвысился памятник великому князю московскому Дмитрию Ивановичу Донскому И его блистательной победе над ордынцами Время стремительно шло вперед К счастью, катаклизмы 20 века прошли мимо колонны монумента Ни революция, ни Вторая мировая, ни долгие десятилетия почти полного забвения не разрушили памятник Вопреки всем невзгодам, он гордо возвышался над Красным холмом Напоминая о далеком подвиге наших предков В 2003 году специалисты утвердились в решении в скорейшем исследовании внутреннего состояния памятника И здесь уже начинается новейшая история колонны монумента Не было ясности, не было ясности состояния, так сказать, реального монумента Вот поверхностное обследование, которое было проведено специалистами-высотниками Было филошализованное, по их мнению было аварийным В то же время, одно дело внешняя конструкция, другое дело внутренние реальные конструкции А вот для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся внутренние конструкции Было принято решение воспользоваться трещиной плитей стилобата И поднять плиту, развалившуюся, и постараться, так сказать, сделать небольшой такой подхоп, лаз, так сказать, проникнуть внутрь колонны Я считаю, что памятник вовремя похватились и отреставрировали Оно еще простояло год-два, и никто не скажет Никому неизвестно, остался бы он или не остался Никто не мог признать, что это сооружение, которое простояло 150 лет, находится в аварийном состоянии Действительно, осмотр внутри колонны показал Насколько же на самом деле памятник находится в критическом состоянии Вот только одна из несущих деталей Что же мы видим? Крепление на самом деле ничего не скрепляет И следующее тоже И здесь та же картина А эта заплатка появилась еще тогда, 155 лет назад при монтаже Сегодня же она совершенно бесполезна И получается, что вся эта деталь держится под силой тяжести? Трудно было в это поверить, но пришлось Это один из основных несущих элементов колонны И не подойдет только потому, что он защемлял сверху тяжестью других элементов, которые наверху Можно таким образом популярно объяснить Если у вас вставлено стекло, вы его разбиваете, оно по периметру зажато Оно же не выпадает, осколки висят Так и здесь За счет того, что очень много болтовых соединений То, что лопнуло, оно зажато И толщина не позволяет сместиться этим осколком Но в любом случае аварийность сооружения от этого не уменьшается Если мы колонну начнем разбирать, то этот элемент потребует дополнительного крепления Иначе мы вернее его снимаем, и этот элемент поваривается во вновь Что дальше будет? Это, скажу сказать, сложно Поэтому леса придется ставить, крепить как снаружи мощные, так и изнутри Вот от лесов придется этот элемент распирать Для чего? Чтобы он от волота не вызвался Я думаю, что сегодня не только история строительства этого монумента Памятника Дмитрия Донскому Но и история восстановления его, история реставрации Это уже хороший пример, хороший урок И это серьезная, можно сказать, воспитательная, что ли, акция получилась Я благодарен тем десяткам, сотен людей, которые нанесли свой вклад, свой труд в восстановление нашего исторического монумента Сталь монтаж конструкции нормально работает Думаю, что к Новому году, к Новому году мы снимем луковицу с крестом Верхний ярус и дойдем Дойдем уже до второго яруса, будем считать сверху То есть нам нужно дойти Попробуем, не знаем, как пойдет разборка Как разборка Я думаю, что будет все удачно Однако волнение и ответственность, безусловно, присутствовали Ведь никто из профессионалов не сталкивался с задачей подобной сложности Сколько колонн таких на своем веку? Нет, смонтировать я промонтаж Ты сколько видел таких колонн на своем веке? Все мы здесь первый раз этим занимаемся, ребят Поэтому я прошу ускорить процесс Процесс Я против, никто не сталкивался с такими задачами Эта фраза звучала практически на каждом этапе работ И все их предстояло решать Несмотря на возникающие технические и материальные трудности Невзирая на громадный груз ответственности Опять же, вопреки всему Учитывая аварийное состояние Колонны Снять верхнюю часть Хоть и предварительно серьезная была подготовка Но, тем не менее, все-таки Сердце было неспокойно Ну, слава Богу В общем-то, работы прошли Абсолютно в штатном режиме После первых успехов Демонтаж колонны пошел увереннее и быстрее А впереди предстояло еще очень много работы Что-то исправить Что-то восстановить А что-то создать заново Сварка треснувших деталей колонны Являла собой нетривиальную задачу Особенно учитывая неоднородность чугунного литья Мы подобрали тот оптимальный вариант Электродов Которыми можно варить чугун Но до этого мы практически перелопатили Все существующие марки чугунов Которые выпускает и наша промышленность И зарубежные производства Причем это было у нас И Германия, и Словения И Австрия, и Франция Электроды Заказывали практически всех производителей Мировых производителей электродов по чугуну Ну и остановились на марках Которые нам больше всего подходят Именно для вот этого чугуна Хотя я повторяю, что Проблема сварки здесь очень большая Потому что на одном и том же элементе Приходится использовать разные марки электродов Одновременно с этим Исполнялось художественное литье Утраченных декоративных элементов памятника Очень важно, что было решено восстановить внутренний опорный стержень Который ранее существовал только на чертежах инженеров фунгона И теперь он будет исполнять не только свою основную опорную функцию Наряду заново с проектированным фундаментом памятника Он будет составлять систему для мониторинга внутреннего состояния колонны Новое инженерное решение позволит проще, а значит оперативнее отслеживать любые изменения внутри монумента Обновление требовало позолота и букв круговой надписи и купола памятника Процесс сборки стремительно шел к финалу Обновленная колонна, ярус за ярусом, вырастала над Красным холмом И наконец настал день, когда, сверкая по золотой, купол, поднявшись в небо, водрузился на свое законное место Я должен сказать откровенно, что нашли мы с ними полное взаимопонимание Музей непосредственно в лице его директора и заместителя директора музея Создали действительно хороший творческий коллектив Подобрали отличных реставраторов, отличных монтажников Довольно приличных проектировщиков, извините за нескромность Которые сообща, в общем-то, сумели решить вот эту сложную инженерную и организационную работу В нелегкое наше время с рваным таким финансированием данных работ И на сегодняшний момент работы завершены по конструкциям не просто досрочно, а с очень высоким качеством И монумент будет стоять многие-многие десятилетия А мы надеемся, что мы сделали не хуже своих предков, а и столетия Здесь действительно, в буквальном смысле, запас прочности монумента Конструктивный запас прочности не менее 150 лет К нам из прошлого пришла вера в будущее Будущее, которое мы строим сегодня Строим вопреки всему К нам из прошлого пришло великое наследие Вопреки всему созданное и славящее тех, кто вопреки всему победил Сегодня колонне-монументу подарено второе рождение И пусть следующее будет не скоро, лет через 200, а то и 300 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok